В наше время мир становится все более опасным, поэтому всем нам приходится реагировать на эту ситуацию путем разработки мер безопасности, соответствующих постоянно меняющимся угрозам, всего лишь одной из которых является терроризм. Последнее время в области грузовых перевозок террористы обратили свое внимание на суда, стоящие в порту. Поэтому обеспечение безопасности портов играет решающую роль. За счет применения новейших технологий, систем безопасности и рабочих процессов, все сотрудники порта должны совместно работать над сведением риска к минимуму. Теперь, чтобы справиться с состоящими задачами и обеспечить защиту порта, каждый портовый работник обязан взять на себя ответственность за безопасность. Для этого нужно знать свой порт. Между преступлениями на море, например, терроризмом и пиратством существуют различия. Тем не менее, появилась информация, что эти преступники стали объединяться. Террористические организации прибегают к пиратству для получения денежных средств и поддержания своей деятельности. С тем, чтобы найти пути для проникновения террористов и незаконных товаров в крупные города по морю через порты, террористические организации часто контактируют с преступниками, действующими на море, которые имеют опыт, например, в незаконном провозе людей. Но угроза не обязательно исходит от судов или грузов. Опасность может подстерегать и на берегу. Проникновение через ограду – частое явление. Но что можно сделать для того, чтобы это предотвратить? Постоянная бдительность и пристальное внимание к любым необычным действиям являются для любого портового работника необходимыми качествами. А вы видели недавно что-нибудь подозрительное? В связи с увеличением случаев вандализма сотрудники порта должны знать, что эти бессмысленные действия могут привести к снижению репутации порта. Случается ли это в вашем порту? А как вы поступите, если в вашем порту будет обнаружено взрывное устройство? Что вы предпримете, чтобы взять ситуацию под контроль? У всех портов есть общая черта. Все они находятся в зоне риска. Риска, связанного с контрабандой товаров и людей, пиратством, воровством, вандализмом, поджогом и нападениями террористов. Но некоторые области, на первый взгляд, могут не представлять явного риска. Токсичные и воспламеняющиеся грузы при разлитии или выбросе бездолжного контроля представляют большую опасность для людей и окружающей среды. Идеальной целью могут стать круизные суда с большим количеством пассажиров. В контейнерах, которые выглядят опечатанными, могут находиться нелегальные мигранты, оружие или незаконные товары. Все сотрудники, работающие в порту и вокруг него, должны знать о всех возможных видах риска и постоянно помнить о безопасности при выполнении своей работы. Оценка опасности для транспорта по всему миру, включая морской транспорт, существенно изменилась со времени атак в США в 2001 году. На это Международная морская организация отреагировала путем принятия поправок к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛОС и введения нового Международного кодекса по охране судов и портовых средств, кодекса ОСПС, который вступил в силу в июле 2004 года. Целью кодекса является создание международной системы обнаружения и оценки угроз безопасности, а также принятие предупредительных мер, призванных ограничить или уменьшить последствия происшествий, влияющих на безопасность судов или портовых средств, используемых в международной торговле. Для каждого портового средства должно быть назначено собственное должностное лицо, ответственное за охрану, хотя каждое такое должностное лицо может отвечать за более чем одно портовое средство. Кодекс ОСПС положительно скажется на усилении охраны на море. Террористические акты против торговых судов и портов могут иметь трагические последствия, но они случаются редко. Другие угрозы морской безопасности, например, кражи грузов, происходят довольно часто и очень дорого обходятся. Важно понять значение кодекса и ответственность каждого сотрудника. Вместе с должностным лицом портового средства, ответственным за охрану, необходимо проявлять бдительность и разбираться в принятых в порту мерах охраны. Это поможет снизить риск, связанный с какими-либо потенциальными угрозами. Первый уровень охраны. На этом уровне следует постоянно обеспечивать минимально необходимые меры охраны. Этот уровень идеально подходит для обычной ежедневной работы. Меры охраны включают в себя выполнение всех обязанностей по обеспечению охраны портового средства, контроль за любым доступом к портовому средству и наблюдение за всей территорией, например, причалами, пристанями, якорными стоянками. Только уполномоченные сотрудники должны иметь доступ в закрытые зоны. Все грузовые операции должны осуществляться под надзором, так же, как и пополнение судовых запасов. Такую же важность имеет информация, касающаяся охраны, которая должна постоянно обновляться и быть свободно доступна для сотрудников, занимающихся безопасностью. Второй уровень охраны. Этот уровень применяется, если существует повышенный риск происшествия. В этом случае в течение необходимого срока будут применяться дополнительные меры охраны. К этим мерам относятся обязательные дополнительные проверки пропусков. Закрытие определенных точек доступа и ограничение числа сотрудников, имеющих право входа на участки с ограниченным доступом. Так же может потребоваться дополнительное патрулирование, выполняемое силами временно привлеченных сотрудников. Третий уровень охраны. На этом уровне существует вероятный или неизбежный риск серьезного происшествия. Этот уровень считается исключительным. Все сотрудники портового средства на время существования опасности должны выполнять инструкции органов, занимающихся происшествием или его угрозой. Эти инструкции будут зависеть от сущности угрозы или происшествия и могут применяться на отдельных участках порта в соответствии с заранее составленными планами действий в чрезвычайных ситуациях. В этих инструкциях будут оговорены дополнительные проверки действительности пропусков, закрытие доступа и эвакуация сотрудников порта, посетителей и подрядчиков, закрытие пропускных пунктов, а также дополнительный осмотр и проверка всех сотрудников на участках с ограниченным доступом, усиление всех активных видов патрулирования на воде. В крайнем случае возможно, что порт придется полностью или частично закрыть. На этом уровне контроль за ситуацией возьмут на себя государственные органы, поэтому следует быть готовым подчиниться любым их указаниям и, если это необходимо, прекратить работу. В кодексе также указано, что во всех странах-участниках портовые средства должны иметь специально назначенное должностное лицо, ответственное за охрану. Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, отвечает за составление и обеспечение выполнения утвержденного плана охраны. В плане должны быть отражен контроль всех аспектов безопасности портового средства и предотвращение таких действий, как контрабанда наркотиков, контрабанда людей, кражи, вандализм, поджог и терроризм. В напряженно работающем порту, где стоит множество судов, отгружаются тысячи тонн грузов, обеспечение охраны требует от каждого постоянной бдительности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Каждое новое прибытие это движение грузов, экипажей, обслуживающего персонала, техников, водителей, пассажиров и доставка судового оборудования и запасов. Поэтому очень важно знать, что все эти люди имеют право находиться в порту и что они находятся там по необходимости. Это означает, что определенные участки должны иметь ограниченный доступ и простой в использовании пропускную систему, позволяющую проверить право доступа того или иного лица в любой момент. Обязанностью должностного лица портового средства, ответственного за охрану, является рассмотрение каждого аспекта охраны порта и представление планов таким образом, чтобы каждый знал свой порядок действий в той или иной ситуации. Вашей обязанностью является знание существующего порядка действий. Одной из главных задач должностного лица портового средства, ответственного за охрану, является обеспечение обучения работников порта по всем аспектам охраны порта. Абсолютно необходимой является совместная работа сотрудников порта и их знание своих рабочих мест. От этого может зависеть ваша жизнь. Следует внимательно относиться к случаям подозрительного поведения, например, фото и киносъемка судов в портовой зоне. Даже к людям, делающим необычные звонки по мобильному телефону, следует присматриваться. На самом деле, следует присматриваться к любым проявлениям ненужного интереса. Останавливайте людей, которые, возможно, не имеют необходимого допуска или не находятся на территории порта по действительной необходимости. Человек, имеющий законное основание, поймет, почему его остановили, и будет вам благодарен за заботу и помощь. Следует отмечать подозрительное передвижение малых судов в зоне причалов. Наблюдайте за людьми, задающими вопросы о грузах и расписаниях конкретных судов. Докладывайте обо всем необычном. И знайте, как поднять тревогу и кому обратиться в случае нарушений в системе охраны. Должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, играет важную роль в информационном обеспечении. Это лицо должно представиться каждому работающему на данном участке и обеспечить полное понимание важности вопросов охраны и необходимости докладов обо всех угрозах нарушения системы охраны со стороны всех сотрудников. Также чрезвычайно важно, чтобы все портовые власти поддерживали хорошую информационную связь со всеми судами, прибывающими и уходящими из порта. Это позволит судовым и береговым сотрудникам, отвечающим за охрану, постоянно обеспечивать необходимый уровень охраны и реагировать на запросы друг друга. Уровень охраны устанавливается портовым средством, хотя при определенных обстоятельствах уровень охраны на борту судна может быть выше, чем на берегу. Чтобы подготовиться к любым ситуациям, необходимо регулярно проводить учебные тревоги и занятия с полным составлением отчетов. на некоторых участках риск наиболее велик. Пропускные пункты, входы, подступы и причалы. Здесь каждому необходимо проявлять особую бдительность. В зависимости от степени риска, каждое портовое средство должно располагать средствами идентификации своих сотрудников, работающих на данном участке. Если люди находятся на территории порта без действительного пропуска, их следует остановить, попросить предъявить пропуск и спросить, почему они находятся здесь. Если вы знаете свой порт, то любая необычная деталь сразу будет заметной и об этом необходимо будет доложить. Всегда лучше проявить осторожность, чем потом сожалеть о том, что происшествие можно было бы предотвратить, будь вы более внимательны. В зависимости от уровня охраны, установленного в порту, следует проводить регулярные проверки таких участков, как грузовые и пассажирские терминалы, склады и грузовое оборудование. Также необходимо держать участки с повышенным риском постоянно закрытыми и ограничить доступ к ним. В числе таких участков могут входить электрораспределительные системы, радио и телекоммуникации, компьютерные системы и сети. Все маршруты из порта в порт, в зависимости от уровня охраны, должны иметь какую-либо форму контроля, что может потребовать поддержки со стороны местных властей, аварийных служб и правоохранительных органов. Оборудование безопасности и слежения может предотвратить и зарегистрировать незаконные действия и незаконный доступ. Но самой лучшей системой охраны порта являетесь вы. Ваше знание вопросов охраны, бдительность и готовность предпринять необходимые действия не только обеспечат защиту порта, но и обезопасит жизни всех, находящихся на его территории. В постоянно меняющемся мире безопасность является жизненно необходимым аспектом. Технология развивается, но от ее развития не отстают и преступники. Все мы должны быть бдительными и работать сообща для снижения возможного риска. Знайте свое рабочее место, знайте порядок обеспечения безопасности, знайте свой порт. Субтитры создавал DimaTorzok